Давайте испечем чиабатту. Всем мое здравствуйте! Вы на канале Удачные моменты Светланы Агафоновой. Я поставила также 350 миллилитров воды, обнулила весы и добавляем сюда на 350 миллилитров воды. Нужно добавить 6 грамм соли и также 15 грамм сахара. Закваски. Пшеничная. Так можно в принципе любой. Так, я это обнуляю. Закваски нужно добавить 75-80 грамм. Вот заквартика у меня пшеничная, она посветлее в связи с тем, что я кормлю ее пшеничной мукой. Ну вот, 80 грамм. Так, отставляю в сторону. Снимаю с весов временно. Все это нужно сболтать. И сюда сейчас добавим муки. Вот тесто на чаобату, в связи с тем, что чаобата, она же славится своими пустотами, своими такими пузырями, воздушностью. Тесто нужно как надо вымесить. И когда мы печем чаобату, трогать даже вот это тесто, когда уже непосредственно провипечки нельзя. Тесто нужно просто выложить и тихонечко-тихонечко придать форму и поставить на расстойку и печь. Чаобату я буду печь из цельнозерновой плюс обычная мука. Так, вот я немножко вот так вот ее венчиком там взрыхлила. В общем, тесто на чаобату должно быть липкое. Вот у меня пустим. И добавляем. Ну вот этой можно просеять. Вот так вот, белой обычной муки. Чтобы чаобата поднялась, тесто должно быть легкое. Сейчас я сделаю 400 грамм. И мы посмотрим. Я начинаю замешивать рукой. И тесто однозначно к моей руке должно липнуть. Чтобы дрожжам, диким нашим дрожжам закваски, было достаточно легче поднимать это тесто. Вот видите, оно вот к моей руке прилипает. И вот такое тесто я и оставлю на чаобату. Так, ну и вообще сейчас руку я смочу немножко водой, чтобы с этим тестом уже немножечко дальше нам помесить. Так, я смочила. Видите, когда руку смачиваешь в воде, уже с тестом намного становится работать приятнее. Вот на чаобату тесто надо помесить намного подольше, чем на хлеб. Вот вроде бы, да, липло тесто. А когда я руку мочу, все уже вот практически с моей руки тесто пошло. Видите, как хорошо собирается тесто мокрой рукой. Казалось бы, оно липло, а теперь все. Вот оно, податливое, хорошее тесто. Будет хорошая чаобата. И вот с этого кусочка я пеку две чаобаты. Вот так вот обойду мокрой рукой. Тоже оставляю. И через полчаса вытянем я покажу, как это делать. После того, как сделали тесто, и закваска уже больше не нужна. Пшеничная закваска, вот ее сколько осталось. Я ее сейчас подкормлю и уберу в холодильник. Прошло полчаса. Берем наше тесто и смотрим. Вот это често на чаобату открываем. Открываем кран, чтобы у нас текла вода. Руку мочим и берем за краешек вот так тесто. Видите, оно получилось такое легкое. Я такое уже от руки отходит, липко. И вот так начинаем его вытягивать тесто. Видите, оно тянется. Бросаем. Опять мочим руку. И вот так по кругу идем. И вытаскиваем, чтобы наши все глютеновые связи, длинные белка глютенового, разорвать. С каждым разом наше тесто будет все более податливое. И все длиннее, и лучше оно будет вытягиваться. Вот посмотрите, как классно тянется тесто. И уже к руке не прилипает. Это тесто на чаобату. Вот такое тесто. Все. Руку еще раз помочили. Точно так же его вот так вот положили. И все. И оставили его еще на полчаса. Закрыли. Вы посмотрите, насколько чаобата оправдывает свое название. Видите, пузыри сбоку. Вот я подошла еще только второй раз. Вытягивать тесто, а уже сформировался вот такой пузырь. Вот чаобата славится своими вот такими пузырями. И когда мы будем печь уже непосредственно завтра чаобату, нужно будет вот так очень тихо, осторожно выложить тесто, чтобы вот эти пузыри нам не травмировать. И чтобы когда мы уже разрезать будем готовую чаобату, там были вот такие полости. Вот. Чабата знает, что она чаобата. У меня прошло чуть больше суток. Я достала из холодильника тесто. А вот это тесто, которое я делаю на чаобату. Сейчас я его открою. Здесь вот такие вот даже видно пузыри. И сейчас первое, что я буду делать, это чаобату. Чабату я буду делать на противень. Я взяла пищевую бумагу, положила. И пищевую бумагу я присыплю мукой. Чабату буду делать на муке. Вот так вот разровняем. Вся сущность в чаобате в том, что нам нужно сохранить обязательно вот эти пузыри. И работать с тестом чаобаты уже нужно очень осторожно. И формировать чаобату надо очень осторожно. Сейчас я возьму скребочек. Вот такие вот скребки. Из пластмассы очень удобные. И осторожно, осторожно тесто это вытащу. Это тесто еще будет стоять 2 часа. Оно будет расстанываться. Вот так вот вытащиваем это тесто. Вот эти скребочки удобные тем, что можно вот так вот спокойно войти вместе с ними в любую форму, в любой объем и помочь вытащить. Тесто холодное, с холодильника. Такое приятное. Вот так. Все. Вот такое тесто. Оно достаточно жидкое, липкое. И вот сейчас я разделю на две части и буду делать две чаобаты. Возьму вот такой скребок для того, чтобы разрезать чаобату на две части. Я осторожно вот так вот разрезаю. Опять же, сильно не травмируем наше тесто. Вот так отодвигаем. Все. И вот уже грибочком вот так абсолютно спокойно я сейчас подцеплю тесто и перенесу его уже на противень. И там немножечко подформируем свою чаобатку. Вот так вот перекладываю. Уже с кребочком можно вот здесь достануть. Все. И уже вот здесь нужно чаобате просто придать вот так вот формочку. вот как она ложится, так и пусть она ложится. То есть вот именно с этим хлебом нужно его не нужно не трогать руками, не мять, не придавать никакую форму. Как сейчас мы будем работать уже с хлебом, который наржаной муки, который тот хлеб, который мы будем кушать, когда уже непосредственно блюдом. Вот видите, то есть как она лежит, так как пусть она лежит, ничего ей делать не надо, потому что там уже она сформировала свои пузырьки, которые мы не должны разрушить. И точно так же мы должны сейчас и перенести вторую часть Чиабаты. Я подхватываю ее осторожно на скребок, помогаю вторым скребком и вот так вот переношу. У меня есть еще один. Вот здесь помогу вот так. Вот здесь вот осторожно снимаем. Никаких разрезов, как на хлебе, Чиабате делать не надо. Все. Вот у меня такой, можно сказать, неправильной формы получится такая Чиабата. Вот. Все. Вот таким вот даже вот таким носиком. Можно пройтись, если вас что-то не устраивает вашей форме, просто вот так слегка и вязать форму. Вот такая вот такие две красивые получились. Я теперь отставляю в сторону. Она будет стоять еще на расстойке два часа. В это время Чиабата выглядит вот так вот. Она немножечко распозлась, но подниматься она начнет, когда мы поставим в духовку. В духовке она очень сильно начнет подниматься и будет выглядеть замечательно. Пойдет вверх и начнет очень хорошо пузыриться. Вот если сейчас присмотреться к Чиабате, то можно увидеть пузырьки. брызгаем. Духовка разогрета на 220 градусов. Открываем. Брызгаем. Ставим нашу Чиабату на 20-25 минут. И вот здесь надо посмотреть по временем. 20 или 25. Когда начинаешь печь, тогда нужно понять. Попробуйте 20-25 минут. И вот как понравится, так и выбрать то время. В прошлый раз я пекла 25 минут. Сейчас я попробую 20. Сейчас она пока еще не поднимается, но через некоторое время она станет практически пышечкой. Прошло 15 минут. Смотрим в духовку. Посмотрите на Чиабату. Как она поднялась. И вот там внутри огромные полости и пузыри. Это характерно для Чиабаты. Вот такие получаются лепешки. 15 минут. Но она еще не зарумянилась. наверное 25 минут все-таки Чиабата нужно печь. Но будем смотреть по румяной курочке. Чиабатку я вытащила. 20 минут у меня стояла Чиабата. Вот такая она получилась. Ой, горячая. Вот такая вот. Ну что, хлеб мой готов. Остывает. Когда остынет, мы его разрежем. Я так люблю свой хлеб. Давайте разрежем еще и Чиабату. Положим в сторону. Возьмем Чиабатку и порежем. Сейчас увидим какие там крупные полости и пузыри. Она еще теплая. Посмотрите. Замечательная. Мне даже слов нету, чтобы сказать, насколько получился прекрасный хлеб. Пеките свой хлеб. Любите свой хлеб. Это чудо. Я настолько рада, что я начала заниматься выпечкой своего хлеба. подписывайтесь ко мне на канал и готовьте домашний хлеб с удовольствием. Всего вам хорошего, мира и добра. с удовольствием.